Девушки отдыхают То есть Пермь — это веселый город, да? Хочется стать веселым. А если правде в глаза взглянуть? Веселый, хочется хотя бы сейчас веселого. Хочется хотя бы сейчас веселого. Ладно. Хотя в этой песне не нужен холл на гитаре. Похоже это на баланс? Потому что я лечу из колонны, как гитара без помощи. Не похоже, да? Тогда я туда пересяду. Вот это потом можно подойти к Александру и узнать этот секрет. У нас даже в канве нашего мероприятия. Возможно, Саша даст мне иногда минуту ровно, и я рассказываю. Так что чуть позже. Но она не была ни к чему подключена. Она умная, она же засыпает. Я прилетел из будущего, друзья. У меня гитара на батарейках. И почти без дерева. Почти без дерева. Когда я говорю без дерева, мой рейтинг в компании «Ямаха» падает. Она прям дует у меня здесь хорошо. Раз-раз-раз. Раз-два-три. Ну, давайте веселую. Зато неправда. Я вам хотел про свою жизнь, про свои страдания. А придется про вымышленного персонажа. Ну, ладно. Не, надо даже помедленнее взять. Ты намекала, но слишком тонко. Чего-то что-то за душой держала. Ни разу даже жало не показала. Вдруг убежала. И кто же елку нарядит теперь мне, Кто нарисует мне сердечко в пене, Кто будет пахнуть духами вкусно, И с кем потяну свой английский устный. Выраю, выраю. Я без тебя умираю. I love you, I love you. Силенней, чем бифштексы с кровью. Come back, не славлю, бейба. Без тебя с тоски крызелью. Выраю, выраю. Припекует гитара. Hi, my name is... I am from Moscow, girlfriend. Меня кинуло жестко, было мне very good. А теперь very bad. Сердце пусто, да и в холодильнике ничего нет. Я говорил ей love, love forever, Но почему-то слилась королева. И вот alone in the dark. Сижу как чудак. И обедать хожу в Макдак. Вздох, все вместе. Сочувствующий вздох. Такой... Да. Выраю, выраю. Я без тебя умираю. I love you, I love you. Сильней, чем бифштексы с кровью. Камбэк не слабли, бэйба. Без тебя с тоски крызелью. Выраю, выраю. Меня печалят твои соцсети В объятиях какого-то Пети из Перми. Улыбаешься ты, Изгибаются рты. Развели там какой-то салон красоты. Выраю, выраю. Я обнимаю микроволновку. Нелепо, невкусно, неловко. Таков теперь мой обед. Пусть тебя со мной нет. I will never, 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 never forget. Выра, выра, выраю, выраю. Я без тебя умираю. I love you, I love you. Сильней, чем бифштексы с кровью. Камбэк не слабли, бэйба. Без тебя с тоски крызелью. Выраю, выраю. Все-таки надо было грустно. Ну ладно, хорошо. Но теперь вы должны соответствовать. Веселиться там, улыбаться. И один из секретов, которым я научился, секретов успешного общения, которым научился классного американского миссионера, который по-русски понимал хорошо, но не слишком. Можно сразу же просьбу убрать точку на тот конец 2, потому что самой хрустности на гитаре сейчас не будет. Это секрет. Это блер. Так вот, когда собеседник шутит смешно, ну вы смеетесь. Если собеседник шутит не смешно, вы можете для искренности, будучи абсолютно подлинными внутри себя, смеяться над ним, ну что как бы облажался чувак. Но выглядит это как искренний смех, и он будет продолжать, он будет уверен, что он хорошо пошутил. И мне очень важно, чтобы вы так себя вели, друзья. Пожалуйста. Вот. Отлично. Потому что я же, если услышу неискренний смех, вот этот вот деланный. Так вот, у нас мастер-класс диванный, да, можно выкрикивать с места, но так вот, чтобы вас сразу было слышно. То есть, если дерзновение есть, то уже не сдерживайте его. Диванный гитарист-аранжировщик, мастер-класс, на который пришли три аранжировщика и гитаристы, и ни одного дивана, он заключается не в том, что я сейчас по заранее отрепетированной схеме буду у вас на глазах делать аранжировку, и вы увидите, какой я классный, и как же классно быть мной. И как же здорово у меня все звучит. Вот. Вы, если подписаны на канал, наверное, видели, что я умею смонтировать и нарезать, и затюнить, чтобы звучало ништяк. И я помню, что меня очень смущало все время, когда я видел всякие мастер-классы, учебные видео, что они вот оставляют какой-то такой осадочек, что ты классный, а я нет по какой-то причине, хотя у тебя те же самые плагины, которые у меня. Поэтому мы пойдем немножко по другому пути. мы попробуем воссоздать честный творческий процесс с косяками, с пробами, с ошибками. И наша цель не создать здесь за какие-то жалкие полтора часа какую-то аранжировку, а создать массу каких-то ситуаций, когда я пробую это, смотрю, что получается, пробую другое, и объясняю, что я пробую, и из чего я схожу. И если у меня не получилось, то пытаюсь прокомментировать, что не работает. Так вот, самый первый мастер-класс этой серии в Туле был очень странным, потому что я дал под щипчиком право выбора песни, и мы очень классно два с половиной часа аранжировали Виктора Цоя, и было намного грустнее, чем я мог предположить. Поэтому я понял, что либерализм в меру, и песню саму решил заранее. Сейчас у меня даже тут подогнан темп. Ну да, пойдет. Выключаем локатор. Там на экране это то, что у меня на ноутбуке. Если что, я понимаю, что это спасибо Кэп, но мало ли. Еще один секрет успешного творческого процесса это то, что у меня сразу создан проект, в котором уже созданы разные дорожки. У меня только гитара, поэтому мы будем пользоваться только ей. Просто гитара. Гитара с холлом, гитара с обрезанным низом, гитара с дилеем, гитара с имитацией баса. Замысел не в том, чтобы сделать что-то начистовую, а в том, чтобы как только появилась идея, она была под рукой. Там дорожка для вокала, соответственно. Потому что особенно, когда вы начинающий аранжировщик или начинаете в компьютере музыку делать, во многом причина загвоздок в том, что вы сразу же учитесь делать несколько вещей, связанных, которые ни ту, ни другую не умеете, ни ту, ни другую, ни третью. То есть вы еще не умеете быстро, с саунд-дизайном не дружите, не знаете, как быстро добиться звука, который вам нужен. Точно так же вы еще не знаете, как программа устроена, как треки создавать в группы, объединять. И плюс перед вами обычные творческие задачи, какая нота, какая мелодия, какой аккорд. И вот у вас вроде бы штырит чего-то такое, сделать набросочек, какую-то партию накидать, и вдруг вы сталкиваетесь с необходимостью нарулить какой-то звукан, который вам нужен, либо вы не помните, как каналы создаются, или как что-то куда-то копируется, меняется темп. То есть особенно поначалу я очень рекомендую вам делать какие-то шаровые темплейты, заточенные только под сочинительский процесс. Потом, если будет идея, то уж допилить ее всегда можно. Можно заплатить деньги к другому аранжировщику, он вам допилит. Но аранжировщик вам не сделает, за вас не родит мелодию, не решит за вас гармонизацию. Надеюсь, вы сами такие вещи за себя решаете. Так вот, вот у меня много здесь каналчиков, темп я выбрал. Сейчас я просто напою, точнее создам себе аккомпанемент, чтобы напеть. Почему нужно сначала напеть, как я думаю? Аранжировка — это некое обрамление чего-то главного. В случае с песней, это, ясное дело, вокал чаще всего, либо какие-то сольные, хуковые партии. И я нередко встречаю ошибку, и сам ее допускал. Ребята там посмотрят какие-нибудь тоже мастер-классы, школы, и там видят, что начинать надо с барабанов. И начинают они. Вот у них песня есть, они под гитару придумали, они начинают барабаны забивать, не умея это делать, и это все превращается в какую-то муку. Я сторонник идеи, что нету какого-то единственного правильного алгоритма. Я достаточно посмотрел в свое время, когда интересовался интервью с разными продюсерами, аранжировщиками. Они все делают как попало. Кто-то начинает с кофейка, кто-то начинает с хэта. В общем, там абсолютно непредсказуемые процессы. Самое забавное, там у Дэйва Пинсада в гостях был какой-то продюсер, который там среди своих славится тем, что у него барабаны прям... А, микс-инженер, что барабаны у него прям звучат вообще мощняк. И он рассказал по секрету, что самое последнее, что он в своем миксе сводит, это барабаны. Хотя, казалось бы, логично было бы, что он делает супер-драмсы, а потом вокруг них все остальное. Поэтому я считаю, что для начала придерживаться стоит такой темы, что если вы знаете, что что-то в этой песне будет 100%, то нужно первым делом это положить как можно более убедительно. То есть если вы придумали какой-нибудь рефак... Ой, звук пропал. В этот момент можно вздохнуть. Все, это я придумал когда. У меня еще не было ничего, ни слов, ни фига. Я зациклил этот кусочек, слушал в наушниках, ездил с сыном на велосипеде и что-то там мурчал, мычал. И, соответственно, что бы я ни придумал, оно сразу же проходило тест на согласуемость, согласованность с ключевой партией. И какая часто будет проблема, когда люди начинают аранжировать песню, просто напевая чего-то. Сами там играют партии и напевают. Вы не так ощущаете какие-то конфликты, тесситурные, там секунды, малые, немалые, четверть тона. И вот вы можете придумать классные какие-то партиечки, какие-то доигрыши, подыгрыши, контрапункты, а потом туда начинает человек петь, и вы оказываетесь в неловком положении, что ваша аранжировка мешает ему петь. Соответственно, это повод положить сразу. Если вы знаете, что в этой песне, предположим, вы делаете аранжировку для себя как члена группы, там, солиста, вы знаете, что когда вы поете, вы можете играть только так. Это может быть печально, но на данный момент это реальность, и вы понимаете, что ничего сложнее вы играть не будете, а это все-таки партия, которая занимает много нот здесь, по пять, по четыре ноты, она занимает полторы октавы. Короче, это серьезная партия в миксе. Соответственно, если вы придумаете аранжировку для всей группы, то первым делом берете потому что она сразу же предопределяет какие-то вещи, которые я не смогу сыграть в басу, особенно если вы в нижней тистуре играете. То есть, если вот такая штука идет, то в басу уже не получится делать вот... Потому что там будут звучать всякие вот эти вот... Вот. Сейчас. В этом что-то есть. Ладно. На чем мы были? Мы были на том, что играем вот так. Но сейчас мы так играть не будем. Это я в ситуации... Я-то умею, когда пою, там, мизинчиком ворочать. Как видите, прошло сколько минут мастер-класса? Десять. Мы еще ничего не сделали. Зато как нам здорово. Правда ведь? А как люди делают музыку, вы в Ютюбе посмотрите. Угадай песню по гармонии. Десять. Десять. А вот. КОЛИЦИИ, Редактор субтитров. ГРУЗИИ и БЛЕ. У mans writing тёпклер. И мне, тёпклер к нему, гусар. ПО ойдет. ПО ойдет. ПО ойдет. ПО ойдет. ПО ойдет. ПО ойдет. Десять. ПО ойдет. ПО ойдет. Окей, это наш черновик. Теперь мы берем черного друга. А, да, все, что происходит на сцене, все, что находится на сцене, кроме меня, произведено компанией Yamaha, правильно? И благодаря этому мы вообще здесь все сегодня находимся, да еще и за бесплатно. А я еще гонорарчик получаю. Это такой своеобразный набор юного аранжировщика. Здесь, кстати, аранжировщиков мало. И вот есть такая тема, что можно за 15 тысяч рублей купить себе наушники студийные, хороший, кстати, Bayer Dynamic, я ими пользуюсь много лет. И еще можно за 1000 долларов купить себе звуковую карту, потому что вам скажут, что там очень крутые конвертеры и так далее. А можно, имея ноутбук или компьютер какой-нибудь, за сколько стоит рекординг-пэк? Меньше 20 тысяч рублей купить. Звуковой карта, два входа, один штука. Микрофон конденсаторный, который много высоких частот хорошо ловит, один штука. Наушники закрытые, чтобы метроном не летел в этот самый микрофон. Воткнуть это все в свой компьютер и уже начать что-то пробовать, аранжировать на прилагающейся вот этой программке к этому всему комплекту. Это Cubase 10 AI. Это значит Cubase, которого сначала отрезали половину функционала, а потом еще четверть функционала отрезали. Но, тем не менее, развлекаться в нем можно совершенно спокойно. Я вам даже расскажу, как здесь открыть фильтры среза низких частот, которые они хотели спрятать, но забыли убрать их вот отсюда. То есть вот в канал заходишь, фильтров нет. Типа покупай полную версию, чувак. А Quick Control заходишь, фильтры есть. Вот так вот немцы. Под этот вот аккомпанемент, сейчас я выключаю, чтобы ничего не обсвистелось. Оп-оп. Ничего же не играет, правда? Да. А здесь у меня играет. Если бы я не был таким стеснительным, я бы встал, но буду петь сидя. Когда микрофонная стойка новая, она такая упругая и классная. Слегка задранной головой буду петь. Так, канал вокала. Оп-оп. Оп-оп. Фантомное питание. Я его не вижу сейчас. Оба, она появилась. Раз-два, 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 три. Раз-два, 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 три. Раз-два, три. О, есть сигнал. Раз-два-три, четыре, пять. Раз-два, три, четыре. Если кто-то из вас знает английский язык, пожалуйста, не реагируйте. А, кто-нибудь загадал песню-то? Эх. Вы не представляете, что я сейчас слышал. Когда ты поешь через автотюн. Окей. Субтитры создавал DimaTorzok Так, есть. Выключаем мониторинг. И вот так. Возвращаем звук. You've had my heart. We'll never be worlds apart. Maybe in magazines. But you'll still be my star. Baby, cause in the dark. You can see shiny cards. In the dark — это четвертоновая музыка. Вы часто спрашиваете про это? Микротона, микробенды. Это вот тонкое искусство владения ими. Потому что baby in the dark. Ну нельзя же стройно спеть слово dark. Потому что оно будет недостаточно dark. Итак, теперь, естественно, мы можем пойти простыми путями. Типа так. Сейчас мы парнишку сделаем потише. Он слишком проникновенный для меня. Я очень часто слышу его голос. Не представляете, как часто. И понятно, вот это поровнее. Потом прямую бочку туда вставим. И все, у нас будет нормальная аранжировка. Но это вы и без меня можете сделать. Мы сейчас будем делать плохую аранжировку. Но от ума. Естественно, вот эти вот все от ума. У меня какая-то такая репутация сложилась из вот этого ютуба, что я такой теоретик. Что я очень умно музыку пишу и все вычисляю. Я не знаю, как так получилось. На самом деле все наоборот. Я же всякий там самоучка. В чем замысел этой штуки? Когда у вас связь с космосом, когда в вас вселился дух Фредди Меркьюри, и из вас льется музыка сама и гениальные идеи, то, конечно, ничего не надо. Просто делайте то, что делаете, и покупайте ламборгини вместо меня. Мне, кстати, научили, что надо не ламборджини говорить, а ламборгини. Комментарии вообще очень многому меня в жизни научили. Особенно про то, какой длинный волосы должны быть у мужчины нормального. Так вот, когда вы вдохновенно пишете, и все само льется, я сам обожаю это состояние, но, к сожалению, его сложно вызвать. И оно иногда покидает нас на месяца, даже на года, и мы начинаем тосковать. И вот в этот момент очень хорошим подспорьем может быть теория, или даже не теория, просто какие-то наработки, лайфхаки, папка, эскизы, когда-нибудь я это запишу, вещи, которые вы подглядели в чужой музыке или на канале «Нескучный саунд». То есть они могут вывести вас из паралича, когда вы без вдохновения свыше ничего не можете. А так вы продолжаете что-то делать, и вдохновение с большей вероятностью вас посетит, потому что оно идет не к ленивым пацанам. И на самом деле, когда вы особенно работаете в музыке, или у вас есть просто какие-то обязательства, вы должны друзьям или, не знаю, кому, родне, самому себе обещали что-то сделать в срок, то тут уже не пойдет там «Сорян, братуха, у меня не было вдохновения, поэтому завтра не будет презентации этого клипа, я его не свел». То есть такие вещи нам не нужны. И в этот момент любая вычислябельная штука про музыку нам очень помогает. То есть предположим, что... Вот это вот нам как-то... Ну не получается у нас это придумать. Вот мы сидим в полной прострации и думаем, что не пора ли завязывать с музыкой. И в этот момент мы можем просто вспомнить про ритмическую, предположим, сетку. Если у нас раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И начнем вот в тупую. Просто в каждую долю мы будем играть аккорд. Нет, тут прекаунт. А, только другой аккорд. Если бы я еще чаще в клик попадал, ну вы поняли, это мы же сейчас замысел. И на самом деле, если сделать это несколько убедительнее, то это может быть основой для... Ну прям партии. То есть, если это делать не в тупую, вот даже по волне видно, да, есть полноценные удары, есть перкуссивные, у которых не было нот, был только шлепок. И были вот такие длинные, которые не слышны. То есть мы в рамках прямейшего ритма можем создавать вариации какие-то... Танго получается. Либо я могу... Вот сейчас здесь мы видим... У нас идет нормальный удар, перкуссивный, нормальный, потом длинный. Мы можем этим играться, допустим, пропустить сильную долю. То есть сейчас это все происходит не по вдохновению, а просто по математическим вариациям. На самом деле, это достаточно прикольная штука. Естественно, она не полноценна. То есть мы потом, когда сделаем вот так, все будет хорошо. Ой, промахнулся сейчас. Чем еще хороши такие прямые партии? Если вы обращали внимание, то современная даже попсовая танцевальная музыка часто включает в себя всякие ритмы, там всякие достаточно сложные. Включись. Сезам. Нет, не ты. То есть там какие-то... Но при этом это не звучит, вот как у меня сейчас по фьюженому, потому что под этим лежит прямая бочка. она оправдывает все на свете. То есть вот мы сейчас ее... Потому что она дает очень серьезную опору нашему слуху, и его уже не запутать. Ой, куда это я прыгнул? Когда это есть... Сейчас только нужно кнопочку квантайз найти. А, у меня... Вот, квантайз, прямая бочка. Все, когда это есть, мы свободны уже мудрить. Допустим, вот мы можем взять бас. И какая-нибудь там... То есть то, что так непонятно, чувак пытается что-то шестнадцатыми такое сделать, с прямой бочкой оно сразу обретет опору. Ну, то есть совершенно другая песня, но, естественно, прямая бочка нас сейчас не интересует. Когда у нас вот такая партия прямая... Давайте такое сделаем чуть попрямее, а то прям что-то вообще непрямая. То есть это... Она сейчас выполняет роль той самой бочки, и мы можем даже радикально пойти, включить бочку, и какие-то дикие вещи на ней не будут такими уж прям пугающими. Ну, то есть я играю мимо всего, но пока вот сетка есть, это будет продолжать сохранять ритм. Понятный, для простого восприятия. И мы можем это продолжать делать в других партиях. На одной ноте. Если эта прямая партия нам дает какую-то опору, но мы сейчас этим не будем заниматься, можем дальше плясать на нее. Не нравится нам прямая партия. Чтобы в ней такое поменять, опять же, мы можем просто посмотреть, что будет, если мы не будем играть в каждую долю. Вот так вот. Как мы можем этого избежать? Просто давайте, предположим, на третью не будем играть. Что-то такое. В чем здесь загвоздка или, может быть, не загвоздка? Что я сейчас слышу? Что мы повторили ритмическую структуру вокала, который идет... Пауза. Пауза. И то же самое мы делаем в гитаре. Вот если мы сейчас уберем крик, крик перестанет нам сообщать время, и это будет прям реальная дырка. И это может вам нравиться, может не нравиться, но это начало какой-то мысли. То есть это может быть пауза, которую мы заполним каким-нибудь там флажолетиком, либо это может быть пауза, где мы еще вырежем холл, то есть мы сделаем прям мертвый провал, то это будет художественным приемом совета. You had my heart. We'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you... То есть это может... Такие вещи бывают там во втором куплете каком-нибудь. То есть шел-шел в припеве ритм, четкий ритм, четкий ритм, а потом мы хоп, и даем уху потерять этот ритм буквально на одну четверть, и когда ритм возвращается, ухо такое... Ритм! Как же здорово, что он вернулся. И в целом вещь, о которой можно говорить, только делая более длинные куски аранжировок, но которая очень важна, что аранжировка и вообще создание музыки, и особенно создание музыки в компьютере, это вообще царство иллюзий. То есть мы играем с психикой слушателя, чтобы ему показалось что-то, что нам хочется, чтобы ему показалось. То есть, я не знаю, если вы возьмете какой-нибудь метальчик, опять я по метальчику сейчас буду проходиться, ну ладно. Короче говоря, любая музыка, это может быть даже академическая музыка, если там 5 минут максимально громко все жарят, то, собственно, у вас есть кнопочка, чтобы сделать потише на комфортную громкость, или может быть у вас в iTunes или в YouTube там есть автоматическая регулировка громкости, чтобы люди ушки берегли, и все, уже больше не громко. А когда вы слушаете какую-нибудь академическую музню, где сначала тихонечко гобойчик что-то воет, а потом там все разгоняются, и потом, если мы посмотрим на волну многих академических композиций классической музыки, там очень большой диапазон. И в сравнении с тихим местом, громкое место вжаривает так, что не хуже любого металла, чисто по субъективным ощущениям, хотя, конечно же, металл это мощнее и страшнее. То есть, есть такая ошибка у нас, у аранжировщиков, что мы просто хотим постоянно, чтобы аранжировка становилась лучше, и самое логичное, что нам приходит в голову, ну, принадлежит что-то добавлять. То есть, чтобы в этом такте у нас появился Спайдермен, а через два такта Черная вдова еще вошла в кадр, а еще через два такта Доктор Стрэндж, который сражается с этим, у него какое-то прикольное имя, ну, короче, с колдуном Таноса, да, и вот в какой-то момент ты смотришь на экран, и тебе настолько уже все равно, 12 там Мстителей или 15, гораздо интереснее, там, не знаю, описание природы почитать. Вот этого нам важно в аранжировке не доводить до такого. Может быть, в какой-то момент, да, вот кульминация 20-летней истории, и вот все Мстители в кадре, вот это того стоит, да? А если в вашей аранжировке вы после второго припева пришли к моменту, что играет все везде и всегда, то вы в тупиковом положении. Вы уже не сможете создать в третьем припеве ощущение «вау». Поэтому вот в любой, к сожалению, да, аранжировке современной, там одни и те же схемы. Какой-то разгон, припев бодрее, потом куплет такой же бодрый, но попрозрачнее, там какие-то ритмически более сухое, меньше халов, на нем меньше бэковокалов, потом снова припев вваливается, потом в нем еще больше бэков, потом просад, и сайдчейновые эти шумы падают, кто-то припев поет на октаву ниже. То есть это все игра с теми же самыми штуками, и люди применяют это просто потому, что это работает. Но нам не обязательно применять это вот так в тупую, что мы такие еще песню не написали, а уже знаем, что там будет вступление, куплет, куплет, припев, куплет, припев, припев, бридж с просадом, припев очень громкий, потом замедление. То есть мы просто понимаем, что не обязательно по такой схеме, но уху нужно, чтобы ему варьировали, чтобы ему давали тихо, громко, широко, узко. Буквально вы можете сделать куплет монофоническим, свести его так, что он не будет широким. И потом вот эта точка, когда припев врывается, и все, у вас полная стереобаза, это ух, широта, долгота. И если вы таким вот образом распределяете по аранжировке каждые, не знаю, несколько секунд, просто какие-то ощущенческие события, то больше ничего по большому счету не надо. Еще проникновенный текст про жизнь. Давайте теперь уйдем в другие вещи. Предположим, у нас тут будет не такая бодрая песня. Хотя я там, конечно, немножко плотно спел для этого, но ладно. В чем проблема здесь? Я не знаю, насколько она бросается вам в ухо, но меня прям раздражает, и вы можете ее не осознавать, но это влияет. И так фирмачи так не делают, по крайней мере, с двумя сухими звуками. Здесь сухой вокал, сухая гитара. Я играю. А пою. И получается... В какой-то момент у меня вот эта вот история. И это может быть прикольно, если у меня бы был ниже бас. То есть в этом есть ништяк. Какое-то такое обращение. Но там у меня баса нет. И получается, что вот у меня здесь нормальный аккорд. У него внизу нота до. До мажор с нотой до в басу. Но вокальная партия ниже, чем этот бас. Вот так, когда я в лоб делаю. Сразу как будто я какой-то неталантливый музыкант. И когда она проскакивает, это просто откладывается. И ваше ухо улавливает. И дальше. И дальше. То есть, короче, шляпа. Что нам с этим делать? Мы понимаем, что вот здесь вот нам нужно либо прям очень четко согласовывать партию, чтобы она по-грамотному сочеталась с тем, что поет голос. Либо гораздо более простой вариант. А сдать голосу его какую-то территорию и создавать свои гармонические вселенские ощущения где-то в другом месте. То есть элементарно. Где это будет? Там, не знаю, выше. То есть голос намного ниже сейчас всего происходящего. И эти аккорды полноценно звучат здесь. Либо, наоборот, ниже. Я это пою. Я могу просто взглянуть на это. Либо на фортепиано вы можете взглянуть, что особенно в начале какой-то песни. И вообще сейчас моден гармонии, фактуре. Не вот эта тема, когда все дружно играют. Гитарист сыграл так. Клавишник здесь такой. Он мейдж умеет играть. И вместе мы уже играем, короче, это продублировано, семь нот. И вокалист еще одну поет. Она еще не в аккорде, кстати. Ни первая, ни вторая. То есть она прикольная. Это мейджевая нота. То есть можно смотреть на это стратегически. Вот он поет. Я добавлю к ней бас. Пока что конфликта, ему не хватает достроенности. Это может быть либо так. Вот все, гармония заиграла. Могу не помогать. Теперь не играю ноту, которую пою. Но она, тем не менее, часть этого аккорда. Или, допустим, так. Оба-на. Получился аккорд такой. Красивенький. И я двумя нотами в аккомпанементе и одной нотой в голосе уже создаю красивые аккордики. Об этом можно думать, опять же, если вам ничего не подсказывает интуиция. Поэтому мы сейчас этот переборчик сыграем. Клик нужно включить. Это что-то не едет. Нормальный, красивенький там переборчик. Чего в нем может не хватать? Он абсолютно согласован с пульсом песни. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть пульс песни на четыре, кратен на четырем. Здесь все кратно четырем. Если мы сделаем это как-то раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, то мы сразу создадим чуть более вовлекающий такой ритм. Предположим, так. Дальше мы можем просто обеззубивать эту партию, то сейчас она с каждую долей что-то играет, это тоже немодняк. Попробуем что-то проредить, чтобы оставить какие-то акценты, которые нам покажутся прикольными, ну, предположим. Если, предположим, мне не очень нравится, но не хочу долго за этим зависать, что-то искать, придумаю другую к этому партию. Можно идти бард-стайл и просто играть другие обращения этих же аккордов, и у нас будет, ну, так. Там что-то разошелся, но это один из вариантов. То есть теперь, грубо говоря, две партии вместе играют что-то такое. Просто по две ноты, ну, как бы, немножко это из былых лет, но былые годы тоже хороши. Другой вариант вести себя относительно этой партии, – это вступить с ней в какой-то диалог. То есть она… И вот там, где она разряжается, мы можем что-то свое запульнуть. То есть не сказать, что это классно сейчас звучит, но это один из путей, как можно мыслить. Затем мы можем создавать более мелкий пульс. Это, наверное, стоило бы делать не гитарой, но гитара сейчас наш инструмент для накидывания идей. То есть у нас до этого был вариант 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Мы можем пойти мельче. А можем вспомнить, то есть сейчас все было ровно согласовано. Песню сейчас мы как раз до начала вспоминали. Адель, которая… Роллинг и инзидип. То есть там уж в чем был прикол. Что-то… не помню ноты. Короче, суть в том, что там было не так, да. Где в каждую правильную долю меняется аккорд, там оно запаздывало. И вот, по сути, вся аранжировка куплета, начало куплетов всех основана на этой простой идее, а давайте мы сместим просто долю. И замечательная идея, давайте мы попробуем ее как-то по-своему применить здесь. Да, какие-то акценты я расставил. Это чисто уже интуитивная вещь. Можно сейчас потратить 10 минут на обсуждение того, что поставим акцент сюда, а потом попробуем сюда. В конце концов, конечно, без субъективного ощущения, что «о, вот это оно» – это все пустота. То есть написание музыки по каким-то схемам. Если нет какого-то судьи внутреннего, который среди всех пространства вариантов скажет «о, вот это классная хрень, я хочу, чтобы было так», то это все бесполезно. Давайте сейчас на этом остановимся. Для начала можем для разнообразия… Мы оставим это на второе проведение куплета, а вначале сделаем то же самое, только повыше. Только повыше у нас там будет мешать это голосу. То есть… Сложно. Ну что, мы как-нибудь из этого выйдем. Будет неполноценный аккорд для начала. Предположим, нет уже времени, остановимся на этом. Теперь со второго проведения у нас есть какая-то гитара, которая… Ой. Нет. Пусть будет так. Со второго проведения вступаем с ней. Окей. Это похоже на какую-то событийность. Сейчас у нас все партии пунктирные. То есть они ритмическую такую конкретную информацию несут. Как правило, нам в контрасте нужна партия, как мы говорили, да, музыка из создания каких-то контрастов, ощущений. Теперь нужна партия какая-то тянущаяся, которая не будет еще добавлять туда каких-то ритмов, которая будет заполнять как раз эти дырки. То есть вот запара, которая бывает в группах, там, допустим, клавишник и гитарист. И вот клавишнику нравится играть… А гитаристу нравится играть… И вот они начинают это вместе играть. И если их записать в студии и отквантировать идеально, и в барабаны поставить, то, в принципе, прикольнее будет лейринг. А в реальности это получается как… То есть вот эти супер форшлаги, и гораздо больше пользы будет от клавишника, если он под этим… Просто возьмет и повесит три жирных ноты на пэде… Изобразил, да? Не умею сразу несколько. Саш, в первом случае это клопа давить называется. Что? Клопа давить называется. Клопа давить – это тянуть пэд? Да, вот когда… Вот три… Сейчас стало хорошо, что-то выключился, какой-то кулер, да? Клопа давить – хорошо. Я, кстати, давно хочу создать словарь вот этой всей чепухи. Блин, какие-то были там смешные идеи. Ну ладно, сейчас не будем. Как мы можем сделать пэд? С пэдом все сложно. А если мы сделаем… Сейчас эксперимент. Эксперимент. Нет, мне нужно отдельно без музыки это сыграть. То есть, по идее, пэд можно сделать очень сильно замедлив что-то, ну, гитарную партию. Да, она потеряет атаку и будет просто тянучка. Но если попробовать ее очень сильно ускорить… Ну-ка, что из этого получится, если мы раза в четыре это ускорим? Скорее всего, полная фигня. Но если не попробуешь – не узнаешь. Тайм-стретч. Оп. Сейчас, сейчас, погоди. У меня… Сейчас мы сделаем переборчик как-то не очень. А, может быть, более… Нет, это долго. Это долго. У нас слишком мало с вами времени. Давайте я сейчас нарисую какой-нибудь пэд просто так. В это время Александр Рыжак может ответить на любые ваши вопросы про… Александр Рыжак, Москва. Здравствуйте, здравствуйте. В принципе, если можно, я начну… Вот вы в какой-то момент спросили, что же это за такая гитара и почему она так подозрительно, но при этом приятно звучала в начале. Эта гитара называется трансакустическая гитара. В принципе, интересное, да, название, подозрительное тоже максимально. Значит, почему она называется так? Дело в том, что эта гитара, она может звучать с ревером и хорусом без подключения. Есть у нее такая особенность замечательная. За счет чего это достигается? Там на нижней деке гитары закреплен так называемый актуатор. Это что-то такое загадочное, и компания ни в коем случае никому не рассказывает, как это устроено. Но это что-то среднее между пружинным ревербератором и магнитом, который откликается на вибрацию струн. И при помощи того, что у нас здесь есть две пальчиковые батарейки, он вибрирует, превращая гитару как бы в полотно спикера. И вот у нас таким образом естественный такой ревер возникает и внутри, и снаружи гитары. Давайте я вам попробую просто показать. Хотя у нас сейчас наполненный зал, то есть так сильно это, наверное, не будет слышно. Сейчас это у нас просто гитара. А после нажатия суперкнопки. Там слышно вдалеке? Да. Класс. Вот. То есть вот такая гитара. Здесь эти эффекты мы можем контролировать. То есть у нас есть разные степени. Два вида ревера. Ревер рум, такой покороче, и хол длинный. И также всегда можно докинуть хоруса, и тогда получится что-то у нас... Вот. Такой инструмент. Компания Yamaha – это первая компания в мире, которая серийно сделала такой инструмент. И, в принципе, мы его выпускаем с 2016 года. В России он так плотно пришел в 2017, но еще далеко не все его видели. Так что у вас после мероприятия у всех желающих будет возможность к нему прикоснуться, попробовать и на собственном ощущении понять, как это работает. Вот. Это про трансакустическую гитару. Если хотите, я могу немного вам рассказать о гитаре, которую Саша использует в рамках мастер-класса. Да-да. Это было бы интересно? Хорошо. Так. Эта гитара называется Silent гитара. Silent, потому что она тихая. И придумана она была японцами для того, чтобы звучать тихо и идеально подходить для домашних занятий. То есть, в принципе, не только домашних, потому что японцы – это такие люди, которые много времени проводят на рабочем месте. И задержавшись где-то до 12 часов ночи, чтобы не мешать соседу, который тоже задержался до 12 часов ночи, можно на этой гитаре поиграть и ему совершенно не помешать. То есть, опять же, вот я вам покажу. То есть, она действительно очень тихая, как показывает практика, когда вы находитесь дома даже в одной комнате с человеком, в принципе, человек может продолжать свою нормальную жизнедеятельность, а вы можете играть. Сюда просто втыкаются наушники. И, соответственно, помимо того, что вы просто получаете шикарный звук гитары в этих наушниках, тут есть вход AUX, то есть, вы можете в нее же завести музыку и играть с минусовкой. Можете контролировать громкость этой минусовки здесь. Вот. В принципе, так бы и существовала эта гитара, как тихая домашняя, но выглядит она слишком симпатично. И музыканты начали ее всячески брать на сцену. В принципе, гитара производится с 2001 года, и сейчас в руках я держу уже третье поколение этих инструментов. Первое на сцене чувствовало себя скромно, немножечко зажато, потому что изначально было придумано в первую очередь именно для занятий. Потом было второе поколение, оно чувствовало себя на сцене уже достаточно уверенно. Но на тот момент мы еще использовали не звукосниматель, который создала компания Yamaha, а некий другой бренд. И потом было создано это третье поколение, где помимо того, что у нас здесь шестизонные EZ-датчик в бридже, помимо этого есть мощнейший темброблок, который дает большие возможности в плане дорисовки корпуса. То есть вот у нас корпуса нет, но при этом можно реально ощутить его и почувствовать даже какие-то элементы той самой души в нем. То есть она действительно может звучать как акустическая гитара. В данном случае вот то, что я держу в руках у Саши акустическая, а у меня классическая гитара. Соответственно на студии в данном случае была записана дорогая акустическая гитара, здесь дорогая классическая. И дальше, используя какие-то мощнейшие инженерные наработки, действительно получается всех этих результатов добиться. Опять же, после мероприятия можете подойти и ее внимательнее посмотреть. Вот такая гитара, то есть сейчас она полноценно живет на сцене, ее используют мировые звезды джаза, такие как Ли Райтнер, при том вот точно такую же гитару. Я, кстати, как-то ловко обошел вопрос цены, но если он кого-то интересует, я могу озвучить. Этот инструмент стоит 53 тысячи рублей. И получается, что вот у Ли Райтнера такой же инструмент. То есть за эти деньги вы получаете действительно профессиональную гитару, которую можно использовать на сцене любого уровня. У нас в России Noise MC играет на такой гитаре, а также многие-многие-многие музыканты, в том числе те, кто участвует в различных кавер-коллективах и так далее. Потому что она легкая, удобная, практичная, и с ней можно летать. С ней можно сделать маленькую такую вещь. Я обычно делаю это с Сашиной гитарой, он всегда с опаской смотрит. Я ее разрываю на части. То есть к ней идет чехол, вот это вот все вот так складывается. Выглядит так, как будто вы везете ружье. Но поскольку это все-таки не ружье, поэтому вас, хоть и с некоторым сопротивлением, но в самолет пускают. Вот. И не только в самолет. Так что, в общем, вот такая компактная, удобная, легкая гитара, которая при этом действительно гитара. Хоть и сам. Вот в такой инструмент. Есть ли еще? Окей. У нас в конце будет еще время фристайла, так сказать, когда можно будет что угодно спросить у меня. Спасибо. Ну ладно, что угодно. У Саши можно узнать еще про гитары, на них можно будет поиграть, может быть, он это уже говорил. А вот Глеб отвечает на вопросы, связанные с кьюбейсом, если что. Так, пока вы увлекались дырявыми гитарами, я сыграл аккорды, перевернул их, и получилось вот такое. Вы этого не слышите. Песня спасена, я считаю. И еще я сыграл немножко хэт, потому что как же без хэта. Здесь, понятно, напрашиваются какие-то еще вещи, связанные с нарастанием, там может быть малые какие-то клэпы, там брейк с выходом на припев. Это то, для чего совершенно не обязательно выписывать Зелкова из Москвы. Главное, что вот такая есть факт. В принципе, можно попробовать вначале тоже сделать какого-то воздуха. Это только в той колонке звучит, да? А в той? В обеих. В обеих? А, да, оно должно быть только слева. Ну ладно, не важно. Здесь, к этому, опять же, можно подходить так, по-гитаристски. Вспомним былые времена. Еще важно лицо, когда играете на гитаре, надо сделать лицо. Сейчас я все неправильно сделаю. Это сразу сообщает людям, что вы как бы нормально жарите на гитаре. Это абсолютно не то же самое. Но вот признайтесь себе честно, смотрите. Как бы то же самое, но совершенно это уже не тот перформанс. Особенно сейчас такие времена, если у тебя музыка без видео, вообще она никому не нужна. Из этого, кстати, мы сделаем потом видео, вы будете в нем участвовать. Ха-ха-ха. Поэтому, ну, можно подойти к этому вопросу так, не по-гитаристски, а по саунду, по-киношному, да? То есть... Либо можно попробовать вшить. Ну, здесь маловато для этого места, потому что очень мелко играет вот это вот. Ну, как вариант. Предположим, мы можем убрать его отсюда. Можно поискать какую-то мелодическую штуку из двух-трех нот, которая будет ложиться на каждый аккорд. Для этого нам, естественно, пентатоника в помощь. Допустим, две ноты. Нет, фигово, потому что на соль-мажоре сас это не то. Можем возле тоники поколдовать. Сейчас времена такие, что даже гитарное соло бывает таким, нежели там вот эта вот вся штука, которой мы посвящаем жизнь. Поэтому я перестал в какой-то момент посвящать ей жизнь. Давайте что-нибудь здесь сыграем для атмосферы. То есть что-то такое, когда деревья все уже упали, и солнце выглянуло вот это вот предательски жарит. Где-то было час назад. Ну, предположим, не знаю, сейчас вернем основную партию. Ну да, какая-то в этом есть логика. Дальше мы смотрим, возвращаемся в реальную жизнь. Времени 8 часов вечера. Сроки поджимают, заказчик бушует, поэтому мы прибегаем к барабанным лупам. Ой, только не таким, конечно. Потом, мам, как он жарит. Окей. Это она, да? Мы ее сюда вставляем. Вот так вот. Так, вот эта вот сбивочка немножко не отсюда. Она с вокалом мне не нравится. Ту-ту-ту. Мы его сделаем ровный. Ту-ту-ту. Мы его сделаем ровный. Ту-ту-ту. Теперь стало как-то плоско. Вообще уберем этот удар. Вообще эти мелкие удары. Как будто барабанщик какой-то играл. Как же ее поймать-то? Вот она, зловредительская нота. На самом деле это близко к той партии, которая была там, в оригинале, по-моему. Мы это все раскопируем. Припев, припев. Эла, эла. Эла, эла. Окей. Нам нужно быстренько замострячить какой-то бас. Немножко этому времени уделим. Если, опять же, нет никакого вдохновения, то у нас есть бочка. Прям смотрим на ногу барабанщика. Хотя у него не видно замаха, конечно. Но можно попросить его делать замах. Сейчас. Встроенный тюнер. Встроенный тюнер. Да, этот бас так странно звучит, потому что это, конечно же, не бас. Это плагин, опускающий все это дело на октаву и делающий вот так. Если мы, кстати, сделаем звук только пьезодатчика, тут же гибридно. Он чуть поконкретнее. И потом это все через какой-то эмулятор комбика басового и вроде того. Все плагины, которые используются, они входят в Cubase, либо это плагины бесплатно скаченные. В смысле, производитель даже знает, что они бесплатно скаченные, а не на рутрекере. Я, кстати, вначале забыл спросить, кто пользуется колотыми плагинами. Кто не пользуется колотыми плагинами? Скорее всего, только те, кто плагинами не пользуется вообще. Ладно. Окей, попадаем в бочку. Как бы норм, в этом уже есть смысл. Она, конечно, партия недвижевая. Но мы можем... Медвежевая? Ей придать какого-то... Допустим... Так нельзя делать, простите. Окей. И дальше мы можем вокруг этого, то есть, вокруг этого попадание в бочку. Ну, по моим меркам это я попадал сейчас в бочку, если что. Сами знаете, кому не надо рассказывать об этом. Можем дальше вкраплять какие-то еще ноты, пока что мелодии не касаясь. Немножко сыпется ритм, но неважно. Дальше мы можем в этом направлении мыслить, но уже не быть привязанными к одной ноте. Я не знаю, на этом аккорде очень сложно просто удержаться, потому что все пентатоники мира лезут сразу из-под ногтей. Немножко какая-то, знаете, игра, где ты хомячков молоточком прибиваешь. Вот если в вашей группе есть гитарист, который так делает, вы прям по пальцам, по ногтям. Потому что там пентатоника засела намертво. Кстати, прикольная тема. Зачем я сейчас буду об этом говорить? Израильский гитарист Оз Ной мне очень нравится. У него есть такая штука. Он играет банальные блюзовые лики. И в какой-то момент он посреди фразы выползает на полтона вверх и получается адская дичь. То есть это продолжает быть банальной фразой, но она сразу аутсайд-джазовая такая. Опа! Вот, вы думали, как зазвучать, как джазмен. Вот один из способов вам. Вот это банально, а так… Главное потом вернуться. То есть это надо ненадолго делать, ненадолго. И такие бендмейты такие… Фига, ты что, занимался что ли? Так, сейчас надо остановиться на какой-то нормальной партии. А что, если мы сделаем прям… Опять же, мы можем не сочетаться с бочкой. Можем попробовать делать все наоборот. Как-то в советском мультике «Ослик», который сидел с задницей на столе и ел со стула. Кстати, что это за мультик? Я не могу его найти. Кто знает этот мультик? Не про «Существует». То есть это плод моего воображения? Никто не видел мультик про «Ослика», который все делал наоборот? Ладно, так, играем не в бочку. В этом тоже есть определенный смысл и кайф. И опять же, нужно в конце концов на чем-то остановиться. Либо можно вообще забить на бочку. Мы опять приходим к тому, что можно все что угодно. Но когда вы действуете по какой-то схеме, то вы видите в происходящем какой-то смысл, типа «О, сейчас я играю в бочку, а сейчас я играю нарочито мимо бочки». И мозгу спокойнее, потому что он не перед бездной, неизвестностью и пространством вариантов, он как будто бы выполняет какую-то миссию. Он любит вообще понимать, что происходит. Можно так. Ну, как бы тоже норм, если это там гитарами подержать. Сейчас мы что-то такое сделаем. Типа того, что было. Что-то получилось криво, я не понимаю, кто виноват. Ну, естественно, я. Нет, это лишнее, это лишнее. Но надо иногда давать себе волю сделать то, что пришло в голову. И для этого надо, конечно, заниматься технической стороной исполнительства на инструменте, потому что, когда вы играете то, что вам только что в голову пришло, это что-то неотрепетированное, то чтобы это имело какой-то смысл ритмический, динамический для слушателя, который не ощущает вашу идею, то тут как бы сказывается, занимались вы на инструменте или нет. А так вообще лучше бы на нем не заниматься, только творить. и видосы снимать. Так, а где это началось? Так, я сделал слайд, это было слишком нагружено. Мы сейчас сделаем так. Барабанщик не выдержал. Так, что-то я такое там сыграл, надо попробовать сделать это лучше. Много нот. Вот это болезнь вообще гитаристов, играющих на басу. Постоянно много нот играют. Сейчас минуту этому уделю. По идее это капитан очевидность, но некоторые подходят исключительно с точки зрения нот, а есть же штрихи, есть там яркость, глухость, длина ноты. То есть вот эту партию, когда все ровно, ее можно играть стаккатно, можно играть слитно, можно играть даун строком. Только я не умею на самом деле играть. Можно играть приглушен. Можно варьировать это, то есть на самом деле здесь целая история. Акценты на слабую, что из этого получится. Для этого нужна прямая бочка, здесь слишком скудная бочка. Так, как я хотел-то. Слишком смешно. Надо вниз. А, у нас закончилась на этом песня. О, ну здесь мы дадим себе волю. Здесь мы дадим себе волю. Потому что в конце песни, пока барабанщик играет весь этот мусор, все показывают, как быстро умеют играть. Сейчас, к этому надо прийти. Как я играл? Я уже забыл, как играл. Я запутался, какой где аккорд. Вот. Будем сделать здесь так. Некогда объяснять. Окей, теперь что-то в оставшиеся крупиночки времени нашего с вами вместе. Нашего культурного с вами времени вместе. Да, очень странная басовая партия. Я даже не знаю, что с ней делать. Ну, как вариант, конечно. Если делать это не так грязно. Нет, это слишком все весело. А, кстати, мы можем не ритмовать. Ну-ка, давайте-ка мы не будем ритмовать. Только без джазовых аккордов сейчас. Мейджовые ноты почему-то не работают. Не знаю почему. Этот аккорд почему-то некрасиво звучит. Сейчас, надо поменять. Батарейка, что ли, села? А, не тот канал. Сейчас, все будет. Скоро ваш выход, друзья. В смысле, не из зала. Мы это скопируем. Сейчас можно просто попробовать навалить туда и посмотреть, что будет. И что-нибудь еще. Естественно, когда я это делаю, я стараюсь в головушке своей примерно представлять, как первая партия сочетается со следующей. Но если головушки лень соображать, то можно просто пробовать, как всегда, в жизни. И посмотреть, что будет. В музыке обычно последствия не такие страшные, как в жизни, когда пробуешь, что будет. Слишком информативно как-то поменьше надо. Такие партии надо тише-тише. 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 Тише. Вот эту ручечку. Вот по этой ручечке в Cubase я скучаю. Вот так вот, хоп. Удобно. Так, у нас провалился там мальчик, который пел. Совсем. Да, не поступайте так своими вокалистами. Им сразу становится очень тяжело. И они начинают любить пять под минус. Понятно, здесь это такой шаровой вариант. Можно было продумать с точки зрения баса, с точки зрения мелодии, но это скучно. О, а здесь мне нравится этот рисунок. Все партии, после того, как они были достаточно воздушные, мы на это перейдем. О, точно! Здесь можно си минор заменить на си мажор. И будет к ништяк. А, там, где басисты играют, бесполезно уже что-либо играть. Вот, кстати, басисты. Вот ты, когда стоишь рядом с комбиком и так делаешь, здесь вот кажется, что это прикольно. А видите, что с миксом происходит. И поэтому звукач вас делает потише. Он же не знает, когда вам в голову взбредет это повторить. И он на всякий случай все время вас делает потише. Другая партия в другой тесситуре будет делать то же самое. Какая-то кастрированная по низу, но ничего. Совсем криво даже по моим меркам. Красно. И что-то высоко. Так, и это мы отправляем заказчику и говорим, но зато я старался. Или нет? Нам было весело. Нам было весело. Так, теперь важный момент. Если у вас есть к Саше вопросы еще на две минуты, я кое-что сделаю. Кое-чего. Давайте даже начнем не с вопроса, начнем с того, что я хочу поблагодарить магазин «Бутиктон». Собственно, если бы не они, это мероприятие ни в коем случае не случилось бы. Так что давайте поаплодируем, ребята. Действительно, вашему городу повезло с этим магазином, потому что, правда, ребята совершенно уникальные. С такой отдачей, с таким подходом мы очень много ездим по стране. Мы знаем, что это такое, поэтому просто отдельное огромное спасибо. И еще один момент. У нас сегодня, ну мы так пытаемся вас сосчитать, но мы видим, что вас много. И вас настолько много, что точно можно сказать, что это у нас, по-моему, шестой город. И это рекорд. То есть наш прошлый рекорд был в Новосибирске. Там было 100 человек. Мы сегодня точно через это перешагнули. Так что пока что Пермь самый нескучный город. Так что спасибо. Так, ну а теперь пока Саша там дымит. Или ты сейчас делал? Ты что-то дымаешь. Саня. Давай давай, я тебе делаю. А я что? Если у вас есть вопросы, то я открыт. Как еще раз гитары называются? Значит, транс-акустические гитары, их бывает два типа. Вот это называется LLTA. Это самая топовая, сделанная полностью из массива. В общем, вот такая. Но это действительно очень серьезный инструмент. Но он и стоит серьезно. Нет, это топовая транс-акустика, она стоит 75, по-моему, тысяч. Вот. А есть FGTA, это тоже замечательный инструмент, который стоит 46. То есть есть более бюджетное решение, которое обладает теми же самыми возможностями. Но там верхняя дека сделана из массива, а нижняя дека и обечайка, они попроще. Вот. Здесь палисандр? Здесь палисандр. Массив палисандра, массив ели. Действительно, вы потом после мероприятия обязательно подходите, попробуйте. Она... Что? Что? Они отличаются, это разная линейка. То есть FG, это наши очень популярные акустические гитары, но такие. Их нельзя назвать бюджетными, но они все-таки достаточно недорогие. А серия L, это уже топовые инструменты, которые сделаны полностью из массива. Они отличаются, но суть их похожа. И то, и другое, это хорошая акустическая гитара. Хорошая пластиковая, эстетичная или искусственная? Здесь, ну, так сказать, пластиковая, да? Воу. А, это я даже микрофон не любит пластиковую. Хотел щечку почесать. Так, мы готовы, друзья? У вас больше всех из предыдущих мастер-классов, и для вас самая сложная задача. Потому что это самая ритмичная мелодия из всех, которые мы до этого аранжировали. Я вот так прикинул, решил, что вам, суровым ребятам и девчатам можно это доверить. Это у нас. Сейчас. У нас в Перми небеса серые и пасмурные, но мы улыбчивые, даже пиво без и без травы. Для нас аккордики, разрешенные наркотики, коктейли с нот и слов, угощает бармен зелков. Чтобы такой толпой это прозвучало, надо прямо ртом утрировать. Те, кто ближе сидит, сильно не жгите. Те, кто дальше сидит, прямо мочите. Чтобы это не превратилось в кашу, прямо у нас в Перми небеса серые и пасмурные. И один человек будет смешон, толпа будет хотя бы читаема. И еще один момент, чтобы музыка не записалась в микрофон, который я направил на вас. Ну, где же ручки? Вы не будете слышать аккомпанемент. Так, ладно, давайте разочек с аккомпанементом. Раз, два, три, четыре. Сейчас, не получилось. Раз, два, три, четыре. У нас в Перми небеса серые и пасмурные, но мы улыбчивы. Прекрасная вибрация зелкова. Для нас наркотики, разрешенные наркотики, коктейли с малых слов, угощает бармен зелков. О, зелков, кто это сделал? Так надо. Зелков. Так, мне кажется, что получается клево. Значит, минусовку буду слышать я. И я буду вам... Как русские люди, буду в сильную долю хлопать. Готовы? Ну а представьте, что музыка играет, надо мочить. Раз, два, три, четыре. У нас в Перми небеса серые и пасмурные, но мы улыбчивы. Даже хирурец из лес травы. Для нас аккортики, разрешенные наркотики, коктейли с малых слов, угощает бармен зелков. Так, что тут у нас? Замечательно. Нам нужен даблтрек. Это же моно микрофон. Ребятки, это труд, студийная работа. Культурный труд. Готовы? Раз, два, три, четыре. У нас в Перми небеса серые и пасмурные, но мы улыбчивы. Даже пиво для себя с травы. Для нас аккортики, разрешенные наркотики, коктейли с малых слов, угощает бармен зелков. Так, отлично. Отлично. Сейчас я сначала сам послушаю. Разрешенные наркотики, коктейли с малых слов. Вы красавчики, я прям понимаю текст. Ростов, если вы будете смотреть, учитесь. Что там такое было? Не, Ростове было тоже клево, но не с артикуляцией. Теперь, кто может на октаву выше? У нас в Перми небеса серые и пасмурные. Нужны девушки и голосистые мужчины. Готовы? И артикуляция тоже. Нам нужно сейчас не смазать вот эту прелесть. Раз, два, три, четыре. У нас в Перми небеса серые и пасмурные. Но мы улыбчивы. Даже пиво без мяса травы. Неравтра саркотики, разрешенные наркотики. Коктейли с малых слов, угощает бармен зелков. Так, я не слышал, что вы сейчас делали. У вас получилось? Сейчас. Неравтра саркотики, разрешенные наркотики. Коктейли с нот и слов, угощает бармен зелков. Ну, так себе мелизмик, но он очень хороший по посылу. На самом деле, петь с толпой мелизмы, это нужно быть каким-нибудь пентатониксом. Так, у меня тоже есть слова в этой песне. Вы что думали? Сейчас. Только я их забыл. Никогда не пойте по бумажке, но только в особых случаях. Раз, 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 два, три. Это я выключаю. Это я включаю. Раз, раз, два, три, два, три, два, три, два, три. Эй, какая-то задержка. Какая-то задержка. Ну и ладно. Оу, эй, там не пикует, я не вижу. Оу, это красная лампочка. Все нормально, да? Так. Саня, ты должен сделать с первого дуоля, пожалуйста. Иначе в грязь этим. Что там у тебя? А, а, а. Потестим. Та-та-та. Ага, ничего не слышу. Эй, эй, раз, два, три. Вот так вот мы сделаем это. В Перми Люди культурные до жути Употребляют в институте Ноты, аккорды и слова По-суровому не закусывая И намочили, и согрели И помолчали, и попели Город с горящими глазами Мне офигенно было с вами Вами, вами Перм, Перм, Перм Мне было... Ладно. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, теперь... Ну, пацаны, я еще пока не сводил. То есть, чистая идея На сперми Сейчас, как это... На сперми Небеса серые паскуды Но мы улыбчивы Даже пиво без и две стравы Для нас аккортики Разрешенные аккортики Картель из молодых слов Угощает бармен церков В Перми Люди культурные до жути Употребляют в институте Ноты, аккорды и слова По-суровому не закусывая И намочили, и согрели И помолчали, и попели Город с горящими глазами Мне офигенно было с вами Боевами Пермь, Пермь, Пермь Мне было... Пермь... Фонетика названия вашего города Так, знаете... Маленький хинт такой Как отличить иногороднего? Местное слово Пермь Говорят с двумя мягкими знаками Я еще не пишу Ну-ка, ну-ка, научите Пермь Ща, ща, погодите Это важно И в тексте там поправят И в тексте там поправят СМЕРАЛЫ Щас, щас, щас В Пермь В Пермь В Пермь В Пермь Кстати, а так говорить легче Вот вы конечно Лайфхак еще Так Эээ Офигенно Так Что это такое? Щас мы попробуем сделать еще дублец Я же хозяин Я могу еще один дубль себе позволить Этот мы куда-нибудь спрячем Надо было тональность повыше взять А то что-то не получается расщеплять Своим фирменным уничтожающим голос расщеплением В Пермь В Перми Люди культурные до жути Употребляют в институте Ноты, аккорды и слова По суровому не закусывая И намочили, и согрели И помолчали, и попели Город с горящими глазами Мне офигенно было с вами Вами, вами Пермь, Пермь, Пермь Здесь я все время забываю, как я хотел сделать А что переписываем? Все молчим А? Переписываем? Все молчим Что переписываем? Нормально, это же true Так, ладно Это однажды всплывет Однажды вы еще Либо пожалеете, либо порадуетесь, что это было На этом официальная часть Мастер-класса Нашего времяпрепровождения Закончено А? А, еще раз хотим послушать? Давайте, давайте послушаем Сейчас Точно, сейв Ну тут у меня автосейв активирован Сейчас Сейчас Нужно какой-нибудь вот Мы сделаем Вплывающий аккордик Метрономы выключаем, да? У нас в Перми Небеса серые паскорды Но мы улыбчивы Даже пиво без и без правы Для нас аккортики Разрешенные наркотики Небеса серые паскорды 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 Небес Субтитры создавал DimaTorzok